Голтис — это абрегатура. Господь очень любит тебя и спасет тебя. И когда представлено уже в другом свете, остальное слово будет за Господом. Это классно, что мы разом кашляем. Только мне на тебя. Мы до Господа, а кто я такой же? Никто из шутких интервью, а я дал около тысячи интервью, никогда не задав это вопрос. Мне так приятно на это ответить. Счастье в том, что ты видишь вокруг себя счастливых людей. Доброе утро. Сегодня мы поговорим с Голтисом, человек, которая видела свет, видела себя, которая может научить нас жить, чувствовать себя, природу вокруг и поклываться не только про физическое, но и про духовное. Дякую, Наталья. Дякую за эту встречу. Я с радостью поговорю с вами и ответил все ваши вопросы. Потому что я чувствую вашу душу, щиру душу, ярмарьское сердце. И поэтому я согласился на это интервью. Дякую. Расскажите, пожалуйста, Голтис, святки воно взялось в саме имя Голтис? Это ментальное, придуманное. Святки воно, чи воно появилось давно и какая история твоей истории? Дякую за такие вопросы, потому что много людей спрашивают, что такое Голтис, что оно означает, как это произошло. Когда мы играли в Индии, еще в начале 60-х, конец 60-х, мы выросли на таких художных фильмах, как «Венету», «Черненчук. Великий змей», «Цеола», «Войко Митич». Ну и у каждого были какие-то свои клички, або «Зорке Охо», або «Дуже скорая нога», або «Шатерхин», «Джамис», «Джон» и так далее. До меня ничего не липало. И на день моего народжения, мне было 9 лет, мы бавилися в селе Домолинце, в Киеве. И колхозный двор в нашей сельской школе, где я учился с 1 по 4 класс. Сейчас я играл из меня кондуша, и с палечком по консервным банкам вычищу. Ну а я падаю так, не встигем руки покласти, падаю, и мне пронзает такой острый перимедальный формы камень. Просто пронзает череп. Памятаю, торчит, течет кровь, и мой «Войко Митю» подхватил меня на руки и бежит там до амбулаторії сельской. И я почув в таком отразе, что что-то такое произошло. Может, ангел-охоронец меня спас. Мы еще подхватили, говорят, что если бы еще миллиметр два, это лучше, то я бы не выжил. Ну або, может, залишился инвалидом. И, кстати, моей бабке Вероники тоже. У меня тут как зелочка такая вот, шрамик такой. А бабки Веры, Вероники тоже такая, когда сбивали течками орехи, старший брат ее выронил палечку и тоже пробило. У нее такая, как серб, как месяц Новолюбка. И как раз в эту ночь, на день моего народжения, мне приснился сон, что в тебе есть шановное имя Володимир. Хорони его. Бечелюй, как ты скажешь по-русински. Молися святому Володимиру, я молохоронцю. Но сегодня в тебе будет такая крючка «Голтис». Так вот, это как такое белое облачко. Я, когда увидел это белое облачко, для детей, когда появилось такое белое облачко, я чувствовал, что там такая любовь, что больше любовь, как от бабки Вероники, которая у меня виховывалась в детстве, а от прабабки Вармари. И вот так я покинулся и вспоминаю этот сон. Я думал, Божечку. Но тогда я еще, благодаря бабке молитвеннице Веронике, как веровал Господом с детства, я чувствовал, как моя бабушка, шановная, как она любит людей, как она ходит в церкви, не пропустила ни одной службе, ни другой церкви, как она берегла пости, и середу и пятницу, и все пусти. Ну и так принял эту любовь до Бога в сердце. И впав на колено, говорю, Божечка, дякую тебе, что у меня есть новая кличка, молодец. Я не понимаю, в чем оно это означает. И потом как-то на одних из моих художников фото-вистовок прийла одна такая православная поэтесса, Елена. Она говорит, ты знаешь, что означает «голитис»? Я говорю, нет, конечно, не знаю. Я говорю, что это просто кличка. А она говорит, нет, это не кличка, а это то, что ты проповедуешь всегда, открытым сердцем, что когда мы скинем наше тимчасовое одеяние, хилесное, представим уже в другом свете, для которого уподоблена наша душа для життя в вечности с нашим Отцем Небесным. И когда может пристать перед нами ворог, людский, который спокушает нас все життя, чтобы мы, даже если он сказал, что все за грехи, ты будешь говорить о воде и ты мой, чтобы мы не упускали страх, потому что любый страх – это от ворога, чтобы мы понимали, что Господь Бог, Иисус Христин, пролил за нас новинную кровь на кресте. Это все людство. Мы в своей крови, наши грехи людские. И что мы помним, что Голтис – это абрегатура, Господь очень любит тебя и спасет. Мы помним все свое життя и когда представим уже в другом свете, что остальное слово будет за Господом. Кто для вас Бог и что Он делает в вашем жизни? Это тоже чудовое вопрос. Кстати, никто из шутких интервью, а я дал более тысячи интервью, никогда не задал это вопрос. Мне так приятно на это ответить. Для меня Бог – это, прежде всего, наш всемилостливый, вселюбящий Отец Небесный, который создал нас в Писании по образу и подобию. И мы его дети, независимо от колёта шкиры и вероисповедания, он всех любит. Потому что я почуваю это, что говорила моя бабушка, что читал труды святых наших родителей, что действительно нет плохой человек. что душа людская, она настолько у шутких людей на планете Земля, она настолько красива и настолько мы все разные, как снежинки. И если посмотреть через лупу, какая хорошая снежинка. И за всю историю человечества не было одинаковых снежинок. Так как наши святые пророки, провидцы, которые своим молитвенным подвигом, они вышли на такой уровень, что они видят людские души. И все, как один, говорят, что людская душа не настолько хорошая. И поэтому для меня Бог, это, прежде всего, как все говорят, все мои веры – это создатель известного и невидимого света. Потому что Он создавал всю эту красоту для нас, даже в таком временем, в нашем физическом течение, на такой планете Земля. Хотя это, как я тоже верю, это место из знания, за грехи людские. Но как он украсил планету, и как Путин спевает на странице. И птики, которые вылетают в певденние райские места, дают обязательство вернуться для нас, чтобы пробуждать наши людские души, чтобы мы радуемся. Это разнообразие цветов, ароматов, разнообразие ягод, фруктов, специй, зелени, водоспали, горы, небо, как красиво. Даже когда краса этого миротворного света получается тьма, на небе запалюются зельки. И какие восходы, какие закаты. Для меня это просто премудрость, вот это небесное. Бог просто хочет, я в этом уверен, чтобы мы приедем, когда мы сделаем первый отдых, и здоровый Матер, и этот мир, чтобы мы радовались, были счастливы до конца нашего жизни, до последнего дня. И если мы полюбим по-справде, по-справде, сшиткой душой и сшитким сердцем Бога, то мы будем самыми счастливыми людьми на свете. И если мы будем видеть, как Бог бочалюет нас, как Он заботится о нас, мы будем видеть вокруг себя счастливых людей. Это правда. Еще такое счастье, тоже очень приятное вопрос, потому что счастье, как я понимаю, все так понимают, что это это будет и физическое, и духовное здоровье, потому что неможливое счастье, если ты не будешь хвориться, ты придешь абсолютное, скажем так, как абсолютно перфектное физическое здоровье. Но если у тебя не будет духовного здоровья, духовной численности, духовной численности сердца и души, это будет неповная целесность. И даже если люди, которые занимаются только духовным здоровьем, если они не будут заниматься физическими нагрузками, очищать наш телесный храм, то есть от широких гиддотов, эти шлаки, эти свободные радикалы, которые проводят до такого заболевания, как старость, то счастье даже не в том, что ты не хворишь, что ты придешь и духовно, и физическое здоровье. Счастье в том, если ты видишь вокруг себя счастливых людей, когда не хвориют дети, когда не хвориют наши бабки, соседи, мамы, тати, когда вокруг люди счастливые и славят Бога, то есть правильное счастье, когда мы можем действительно радоваться за успехи наших близких людей, которые посылают нам жизнь. Не позавидовать, а просто радоваться за успехи, то есть правильное счастье. Когда мы ценим каждый подвиг, когда мы хвалим творца Господиного за то, что мы имеем и не имеем, не робчимым и славанным, то есть счастье и души, и счастье тела. Тогда каждая клетина будет звенеть, как колоколь. Мы начинаем начать. Спасибо. Вы можете рассказать про вашу первую экспедицию, как появилась идея, где была эта путешествия, как вы до нее ходили? Из чего все началось? Во-первых, из таких книг, на которых я вировал, и Джек Лондон, и Жюль Верн, и Конан Дойл. Я полюбил этот мир, и через наши карпатские сказки мне хотелось познавать пространство, мандрувать. Когда уже в подростковом возрасте, когда мы первые сделали наш такий похит по Дністрову, мы хотели сплавиться на самородных плотах, на плотове, который из шин сделан, из гумы, там, где можно было и богатя класти, и шалаш, и парус. Это был наш Шатего Син, Шатехенголтвис. Мы хотели сплавиться до Чорного моря. Это, можно сказать, была первая наша экспедиция. Сколько вам было лет? 12. Серьезные планы? Да. И когда я вырос уже уже подростком Жак-Ів-Туб-Кусто, команда Жак-Ів-Кусто, мне хотелось стать профессиональным мандривником. Хотелось оттратить в их команду носильщиком, посудомойщиком, кем угодно только мандрувать с этими людьми и познавать этот чудовий мир, не только подводный мир, но и на земле. И как появилась идея нашей команды Эквитерс, мы с моими друзьями, Александр Комаров, мой лучший друг в жизни, мой лучший друг в детстве, это Владик. 37 лет, мы уже мандруем, дружим, мы никогда не сварились. И так же наш друг, Константин Могильник, мы путешествовали по Крыму, и я остановлю машину и говорю, «Хлопцы, а наш? А почему нам? Командру установить? Мы создадим нашу команду. И назовем ее Эквитерс. Эквитерс – это латинские вершники, это как в римских легионах, это природовиконные гляди, разведники. Эквитерс – это люди, которые живут в гармонии с природой, и главная мета наших сердцев объединенных, это сохранить этот мир, для наших детей, для будущих поколений. И, конечно, показывать, как выживать в экстремальных разных случаях. Где была экстремальнейшая ваша поездка? Такая, чтобы запомнилась на все життя и вы не знали, что вы живете? Экстремальнейшая? Но мы действительно провели одну такую экспедицию, где захорели мальярею. Это когда мы проводили наши поветренние съемки через реку Кишила Крокодилами, это было в Панзанее, на реке Вами, дельта Речки Вами, нам нужно было перебраться на правый берег Речки Вами, и когда мы наткнулись, что она кишит крокодилами, мы решили, что давайте донесемо до людей, так как мы все снимали на камеру, как можно, в далеки луковой странице нитки, как можно сделать поветрянную переправу, не замечать ног. И мы всегда говорим, что не вспоминаете нас как экстремали, потому что мы не глядаем экстрема, адреналин, просто профессиональные мандарьевники, и мы каждый раз проповедуем для всех, для шутких людей, для молодых, которые тоже хотят мандаровать, чтобы никогда не рисковать больше одного процента. Вот мы там, когда делали поветрянную переправу, ее сделали, сняли, там нас покусали маляринные комары, и наступная экспедиция, не повертаясь на родную землю, у нас была Намибия, и в Намибии нас накрила эта малярия, когда мы постарели на 30 лет, и от одного виду малярии помирало на этот час два-три миллиона людей. мы подошли с Александром Комаровым три виду малярии. И, ну, как уже я говорю, следовательно Господу Богу, Богови и англу охоронцю, мы выжили, и то, что занимались усилюющим импульсом, то, что был очень высокий импульс, несмотря на то, что температура была на протяжении трех недель ставил два градуса, то мы вышли. Это был такой испыт, что просто до сих пор где-то так на подкорке мы остались, ну, такий, можно сказать, страх померти и не довести свою миссию до конца этого жизни. Чего Вы боитесь? Ну, чего я боюсь? Я боюсь втратить свою безмертную душу, она будет в пекло. Тому, ну, боюсь неразкаянных грехов. А так, когда ты веришь Богу, то я всегда закрываю людей, чтобы ничего не бояться, если Вы за Господом. Только самое главное, чтобы мы не грешили и боялись своих неразкаянных грехов. Вера – это ходить в сервер, или молиться дома? Ну, вы понимаете, вера – это по-справжнему приятие Бога, Его законов. Но я считаю, что можно и дома молиться, если это открытая молитва, но церковь, я всегда это говорю для высоких людей, для молодых, это наши гостили. Я считаю, что обязательно надо ходить в церковь и причащать и детей, и внуки, и правнуки, самим причащаться, потому что это наша поддержка. И даже, независимо, какой священник, если он рукопокладывается, то священник как медиум, как канал, это в небесном. Только на таинстве исповедей, через священника уже вооруженная сила, как говорят, демоны, бесы, они не перехватят нашу исповедь. Потому что мы можем так молиться, я чувствовал такие молитвы в Африце, в Комельбулу, возможности тратить в церковь и исповедаться. Но когда я падал на колено, на металле, зеркови не было, и такое раскаяние было, и такая благодарность, я чувствовал токи, меня провязали, текли супиморские слезы и смоли. Я чувствовал, что Божечка меня почув, и моя исповедь дойдет. Но тем более, я говорю, что и мне это очень радует, когда я спостерегаю, сколько моментов приходят в храм и молятся. Это большая радость для нас. Это храм, это большая поддержка. И еще раз повторюсь, это наши кости. Расскажите, пожалуйста, про харчование вашей семьи, как вы живете, как вы живете, какие вещи должны быть в вашем доме, что вы возите с собой, какие-то особенные ценные вещи, которые постоянно с вами в подорожах. чуть-чуть про то, как водится ваш повод. Ну, по-перше, как мы херчуемся. Мы и мы, ну, ежу, которая создана госпиталом и природой. То есть, в ранку это стакан теплости воды, доктор йод 3-5% это очень важливо, потому что для наших людей не хватает йода. Это ну, как бы такая академия, фабрика иммунитетов. Потом фреши, травяные чаи с медом, лимоном, смузи из использующих ясти в них росли, корени, або фреши, фрукты, ягоды. В обед может быть салат, а может быть до 4-5. Взагал, фрукты. Мы очень любим фрукты. И Адриана любит фрукты, аж все красиво, когда видит ягоды фрукты. И мы с Наталкой. То есть мы не заморачиваемся в том отношении, что нужно поведение поесть, съесть порцию какой-то еды. Я уверен в том, что чем меньше мы ем, но правильную ежу, правильной последовательности, тем лучше это для нашего организма. И вечером, когда уже так хорошо голодниемся, то есть большая порция салата, тоже любимый салат. И с салатом не смешивая, белки с углеводами, морепродукты, або каши, гречка из жарочков, рыба. Кто готовит вашу семью? Разум то женщина готовит, то я готовит, а разум Какая ваша коронная страва, на которую приходят все ваши знакомые, друзья, до вас, гости? Коронных страв очень много, даже так. Если вы пригласите в гости, они скажут, о, готуй, пожалуйста, это. Ну, я бы сказал, ланош, таки наши, как бы так, глиняные кусочки, разные виды, баклажаны, помидоры, зелень, чеснок, потом может быть и рыба, там, там уже, ну, в щеляке может быть какая-то крупа, может быть декористующие естественные корни. И то, шипкою запекаюся, в сметане, така вот, с тиквой, очень любимая тиква, там, фаршируем тикву, разными речами, або там, великий болгарский перец, ну, и туды, замест рису, фаршируется, корень сельдерея. Угу. Смачно, смачно. Дуже смачно, жинка готовит даже борщи, но и с фасолью, и с тупинамбу, або корень сельдерея. Да, рыбу, все, что ты запекаешь. все смачно, правда? Смачно, я так поражаюсь, как такая чуйка в ней, потому что в ней нигде себя не учила, и в ней чуйка, тиль от чего добавят, и те, какая специя нигде не пересолила, и ежу. Главное, с любого. С чем начинается мождение? Ну, очень часто из молитвы, когда мы покинулись, радуемся, что живы, и чуем, как спевают птахи, но болитва, потом еще возможность в ледяную речку окунуться, або в купель, то мы обязательно окунаемся, а если нет такой возможности, то мы берем ванну ледяной водой, и окунаемся, обливаемся, окунаемся. Ну, а потом уже травы, травяничаи, как ритуал, и потом уже по возможности кудись обоязково едем, познакомиться на месте. Что нового для Вас на Закарпатті? Вот сейчас в Лужгруде, что интересного для себя здесь? Ну, очень приятно меня так спостерегать, как архитектура Уширода восстановляется, появились новые районы, радует сердце, то, что люди украшают место квитями, столько много зеленых зон, чудових, и для меня это большая радость, и то, что всегда я спостерегал в Лужгруде, но такое ощущение еще с детства, и когда я был студентом, что никто не работает, могут постоянно висеть, гулять, все посмехаются, друг другу. Такой размеренный способ жизни. Ну, и радует, что рискованные базы появляются костерами, очень приятно, что новые трассы появились. Но единственное, что журят мою душу и сердце, все-таки много смят. Я бы так хотел, чтобы были субботники, чтобы люди перестали плювать в душу природу. Потому что оставить после себя смяты, то не только для природы, которая уже забыли от нечистки, как и от скернословия. Ну, много для собственной души, когда мы так поступаем, когда мы целуем ту Божию благодать, которая души и сердца. Давайте поблагодарим закарпатцям, как жить вечно, быть здоровым, хорошо себя чувствовать, какие-то тонкости, которые могли бы выделить из всей вашей именции? С радостью хочу порадить каждому человеку, особенно в Закарпатте, потому что Закарпатте это мой родитель дом, и я, прежде всего, профессиональный мадривник, и я всегда это говорю четверто и щиро, что лучше Закарпаття, лучше Карпатта для меня не существует. Я с радостью вернусь в эти чудовые края, и все люди, которых я встречал в Закарпатте, они настолько четвертые, настолько ширые, и поэтому мне хочется порадить, свою любовь друг для друга и для Бога. Славить Бога, потому что без Бога никогда не возможно быть по-справжнему счастливой человеком. Вечалювать природу, потому что эта краса, цей Божий дар, который у нас есть в Закарпатте, и чистые реки, и струнки, и разнообразные трав, трав, лекарственных трав, и лекарственных трав, и лекарственных тваринный свит, и птахи, и вот эта красота, тут свежий воздух, это великое для нас богатство, которое не можно писать словами. Верить Бога, любить Бога, каять творить добро, шатовать и творить добро. Нехай случаются все мечты, которые появляются в глубине души, и чтобы мы благодарили и ангелу-охоронцу, потому что он наш посредник среди Господня Бога, и самый ближний молитвенок. И, конечно, чтобы, цинуючи этот край, эту красоту, мы очищиваем этот край от смерти. Давайте объединемся, потому что без объединения и мы не будем ломать такую силу, чтобы остановить это зло. Когда вырубается Иси, когда какой-то остался статус. Поэтому справедливо друзей вам, справедливо друзей, которые действительно радуются за ваши успехи. И еще раз, еще раз обечеревать все то, что мы имеем, и не имеем. И дякать, и дякать за то, что мы живем. И увидим этот мир. И мы можем рухаться. Я вам дякую за разговор. успехи чистых святых домов, новых поражений, новых знаний из внутреннего себя. Дякую. Наталья. И тебе дякую. Что человек должен оставить после себя? Что человек должен оставить себе? Ну, светлую память, что была такая человек, которая делала добрые дела. Ну, естественно, вода своей особенной любовью и для Бога, и для этого света, и для людей, для семьи, для друзей. Ну, дерева посадить, квитя насадить, уберегать природу и передать этот меседж до следующих поколений. Потому что я считаю, что никогда душа человек, который чувствует эту красу с творительной мовой, никогда не заменит эту красу, нерукотворную, а нерукотворную, когда вкладывается мужская душа. Не заменит ушеляки, блестяшки, пуприкушки, техническая прогресса, как в Дубае, где потятаны спевают или все на пуре включают спев птахов, потому что там птахи не летают, метелики не летают. Поэтому мы должны оставить эту Божию благодать, чтобы все сокотили природу и приближали красоту этого света для наших детей, внуки и правнуки. Потому что я уверен на 300% что никогда пассейны, которые травмены, нехай они в красивом месте, не заменят у этой Божией благодати. Пассейн никогда не заменят, когда наши деды будут купаться в чистых водойомах, озерах, речках, океанах, морях, нечистоту. Чому секрет здоровья, доволития, хорошего физического и морального состояния? Ну, перш за все это очень приятное вопрос. Я с радостью мою ответ. По факту даже своему, по методическому усилючий импульс. Секрет первый в том, как говорят и пишут шуткие святые лица, которые молитвенно подвигали, но отчули главный смысл жизни каждого человека. И я им верю, потому что они достигли таких неимоверных результатов в плане познания этого света, познания Бога. так секрет, как они говорят, не грешите. Это секрет долголетия. Потом второй секрет, обязательно мы должны покрыть все мязы нашего физического тела, потому что это костно-мязовая система, это главный орган нашего физического тела. который не попадает кровь, там появляются застои и проблемы. А что для этого нужно заниматься целью импульсом, это комплекс физических направлений, который даёт больше достижения, даже если заниматься современным тренажером. Я впевнений в том, и профессорам, академикам медицины, что никогда людство не видимо тренажера, даже включивши компьютерные программы, которые будут считывать траекторию руху, чтобы проработать крайние зоны у каждого мяза. Николи людство не видимо тренажера, который подавал больший эффект как методика силы импульс. И с точки зрения жиров спаливания, с точки зрения тилобудования, с точки зрения генеральной уборки нашего интересного храма от шлаков, от осколков молекул, которые приводят до такого заболевания, сталис. Поэтому рухи и правильное харчование. И еще очень важно для доволения каждого человека ставить под собой добрые цели. и если так ставить при себе мету, которая принесла и семье, и людям, и людству плоти добра. и так не так не так не так